всем привет мои хорошие спасибо что заглянули ко мне на канал начать это видео я хочу с вашего запроса вы просили рассказать про мой уход за волосами ну сперва хочу отметить что по поводу ухода за волосами я знаю многое и я так скажем на этом собаку съела в свое время потому что если вы не знаете я долгое время была блондинкой на моем канале даже есть очень прям древние видео там только я начала начала тогда вести канал свой по моему называется история моих волос я уже не помню что там точно в этом видео но там по моему вот я прямо рассказываю всю свою историю даже какие-то фотографии вроде бы там я вставляла но в общем если будет интересно посмотрите на моем канале вы найдете с легкостью это видео так вот когда я была блондинкой волосы мои выглядели ну с одной стороны какой-то период времени они выглядели хорошо ухоженно красиво но потом с течением времени естественно осветление 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 и это не могло не сказаться на моих волосах они стали все хуже и хуже выглядеть в какой-то момент у они у меня практически полностью все вообще отвалились просто вот сожгла и волосы красилась я не сама красилась я в дорогих салонах отдавала безумное количество денег времени тратил на это еще больше по 6 часов меня красили вот такая вот была история и когда я уже практически осталось ну скажем так лысая да ну по-другому это не назовешь я решила что мне все же надо возвращаться к своему природному цвету волос по природе у меня свой волос слегка светлеет ну такой вот он темно-русый но не черный я все-таки подобрала себе краску но кстати говоря это не черный оттенок это темный шоколад и он даже немножко с красноватым таким эффектом чуть попозже покажу какой краской окрашивать то есть все же я не в черный цвет волос крашу волосы ну в общем короче говоря с тех пор как я покрасилась в темной и долгое время я вообще не красила волосы потому что я вот сравняла и не красила у меня волосы отросли всю эту паклю сожженную я со временем состригла и с тех пор я вообще не знаю толком что такое уход за волосами потому что и они у меня и так нормально растут они у меня и так в хорошем состоянии я лишь иногда их подстригаю раз в год два раза в год да и все вот но когда конечно была блондинкой какими там припарками тока я не пользовалась и маской такой и маской такой и бальзамом таким ни хрена не помогала все равно они отваливались вот это я все к чему к тому что если волосы здоровые за ними то и особо то и ухаживать не надо волосы у меня как вы могли заметить достаточно длинные они у меня не скажешь что какие-то жиденькие но тонкие тонкий волос хоть я и темненькая но я повторюсь я не брюнетка а такой вот у меня больше как ну чем на россии но не машины нет не машины у меня цвет больше вот к черному конечно уходит но волос тонкий мягкий тонкий волос вот так в общем начинаю про уход конечно же уход начинается с очищения здесь все просто я сегодня буду вам ну вот просто показывать чем я пользуюсь обычные шампуни сейчас вот у меня два таких я очень люблю вот клея вот его я очень часто повторяю прям люблю его не знаю уже много-много лет я с ним мне он нравится но если допустим он не по акции я беру любой другой стараюсь просто по акции какие-то шампунчики покупать ну потому что мне все равно по большому счету чем нам и голову естественно это не какие-то там не совсем дешевый но все чистую линию я не беру вот я клея дав галис кур лсф понтену вот всем известные вот такие вот обычные масс-маркетовские шампунчики для чего шампунь просто помыть голову по большому счету я не считаю нужно вкладывать большие деньги в шампунь ну как-то это так вот затем после шампуня бальзам или кондиционер вообще без разницы одно и то же сейчас вот у меня такой от глискур также обычные бывают lsf понтен что там еще бывает у меня фруктис ну в общем тоже вот просто на что глаз упал на что более выгодная цена что захотелось что понравилось ничего особенного масками я не пользуюсь мне прямо лень сейчас держать эти маски на волосах долгое время просто бальзамчику на одну-две минутки смыла вот недавно я еще пользовалась кокосовым маслом когда привезла из таланда но во первых я заметила что волос очень жирница стал хотя я на корни не наносила наносила только вот на длину вот где-то вот отсюда но тем не менее волос стал очень пачкаться и потом я еще посмотрела видео и там сказали что нет никакого смысла наносить вот эти масла на волосы так как их какие-то молекулы то ли больше короче говоря то ли то лимит ну в общем до их молекулы больше и они не проникают в структуру волоса ну в общем если вам интересно углубитесь короче говоря это бесполезно как там сказали просто у тебя будет жирный блин на голове но волосы ты свои никак не улучшишь с кокосовым маслом кстати давайте я вам сниму еще тоже видео про кокосовое масло я его очень активно применяю но в других отраслях скажем тогда в другом месте вот проект тоже конечно сниму видео но уже потом далее по поводу ухода именно для роста до что я делаю да ничего опять пробовала покупала вот этот свитцин на вал берись значит читала хорошие отзывы но нет вообще не понравилось немного тоже пачкает волосы набрызгал вечность этой мокрой головой ходишь и вы знаете в составе то здесь вообще день ну как бы не знаю даже что здесь хорошего есть составе вот тут написано можно в шампунь добавлять мыть голову им короче говоря здесь это просто в вода с витаминками просто вода с витаминками ничего особенного так что то я здесь сейчас не вижу состав а вот состав вода янтарная кислота и пошли витамины кальций цинк магний натрий все ну как в общем вы просто ерунда какая-то если честно ну мне кажется он не может ничем вообще помочь и у меня здесь пол баночки полбанки я себя мучила пользовалась им по труду господи ты ерунда короче не советую вообще никак единственное что мне помогает для роста волос и и реально я вижу результат это никотиновая кислота вот которая в аптеке купленная хорошие дают результат не скажу что волосы становятся там какие-то гуще меньше выпадает просто появляются вот новые волосинки там не эффект понятен да там ну как бы все ясно за счет чего работать никотиновая кислота вот это вообще непонятно за счет чего работает так далее когда волосы помыла я всегда слегка влажные волосы увлажняю чем-то еще до каким-то спреем или что-то такое вот использую сейчас у меня два вот такой вот от фруктис крем ну не скажу что он мне тоже сильно нравится такая огромная банка но я буду пользоваться пока не добью его не выкину и все то есть но я не особо в восторге а вот недавно я купила в риф гоши по акции шло вот такое средство ликата 17 в одном много различных средств которые называют 17 в дно вот это именно вот отвлеката была очень хорошая акция на это средство в риф гоши я проверила сразу цену пробила на вайлберсе на вайлберсе даже с хорошей скидкой то дороже было это значит надо попробовать взять в риф гоши и вы знаете мне так она понравилась она реально классная она вообще не жирнит мои волосы но опять-таки наношу прям вот от середины на корни не попадает и она внутри как крем очень приятно пахнет очень приятный запах такой и ну вот просто это не как водичка как крем короче волосы после него блестят мягкие красивые не пушатся вот это средство явно верно даже еще и буду повторять вот а так вообще вот такие пшикалки спреи постоянно меня это у меня от капус было то было так гарнир ну короче вот это могу посоветовать вот пожалуйста на валберсе очень она представлена широко либо же вот я купила это в риф гоши вот что еще что еще по поводу укладки волосы я свои вообще практически не укладываю иногда я просто их сушу феном это не всегда феном я сушу либо если мне надо вдруг куда-то резко выйти да ну допустим холодное время года и мне надо выйти я же не пойду с мокрой головой тогда я посушу феном либо бывает я помыла перед сном волосы с мокрой головой тоже не люблю ложиться спать это отвратительно по мне вся подушка мокрая как-то холодно не знаю вот посушила если что перед сном и если я куда-то вот собирать мне нужен объем красивая какая-то более-менее такая укладочка я просто вот беру и вот так вот поднимаю 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 вот просто руками и сушу феном потом в другую сторону потом вот как бы с другой стороны и вот прям направляя поток воздуха и когда я высушил у меня прекрасные рассыпчатые волосы у корней небольшой объемчик и волос такие от фена конечно становится гладкие гладкие вот вся моя укладка честно пионерская из укладочных средств у меня там валяется лак прелесть которому уже бог знает сколько лет не знаю дочка им в основном пользуются я не пользуюсь и вот такая вот у меня пудра объем стайлинг пудра от taft ее советую она классная придают объем все там закрепляет но вы знаете мне так не нравится ощущение вот этого чего-то на корнях и вообще на волосах я так привыкла вот к таким легким рассыпчатым волосам которые ты трогаешь можешь так потрогать можешь так и когда ты руку волосы запускаешь ты не чувствуешь там никаких укладочных средств ну как-то мне это не нравится но если вдруг мне надо будет объемчик я воспользуюсь вот этой пудрой правильно пудра называется до стайлинг пудра ну вот ее я вам могу посоветовать так далее когда вот я волосы помыла я опять таки вот слегка на слегка влажные нанесла спрей и потом вот у меня есть такой гребешок вот без него прямо вообще не могу обойтись обязательно мне нужна вот такая расческа широкими зубчиками и я вот так вот начиная не с кончиков хотя я знаю что длинные волосы расчесывать кончиков но нет мне это неудобно я начинаю вот с корней и виду виду вот так дальше 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 и потихонечку потихонечку вот так вот начинаю переходить в длину и вот этим гребешком вот так вот всю свою длину прочесываю прочесала во первых волосы уже расчесаны плюс распределила получается вот это все средства по волосам и все дальше они у меня высыхают и когда они уже высохли я беру обычную массажную расческу у них несколько ну вот примеру такая да и уже по часу расчесала все такой расческой но вот без этого гребешка я не могу вообще обойтись я ему волосы крашу то есть вот так вот делю на пробор да и как бы намазываю сама потому что волосы я крашу сама дома сейчас покажу как у краской вот и плюс вот я грудь влажные волосы кто-то я знаю да говорит что нельзя влажные расчесы сушки вот это вот нельзя можно я вообще это не люблю мне так удобно мне так нравится значит я так делаю кто это придумал что нельзя травмирует что там все в нашей жизни нас травмировать по большому счету так хорошо идем дальше если я дома я стараюсь не ходить распущенными волосами то что они меня просто бесит вот эти вот длинные волосы знаете болтаются ими как бы мешают я всегда закалываю дома их крабиком различные у меня есть крабики чаще всего просто вот как бы вот так вот делаю об как сделаю так и сделаю там ну вот как-то тогда туда и что-то закрутила завертела и вот так вот я дома чаще всего хожу брожу бывает еще вот так я тоже думаю вот так закалываю и вот так хожу главное мне чтобы вот сюда ничего не падала вот все остался последний пункт окрашивание волос окрашиваю я вот такой вот краской от лореаль excelence оттенок у меня 415 морозный шоколад вот ему и не изменяю уже много лет мне нравится очень эта краска она идеально сочетается с моим цветом волос когда волосы отрастают вообще ну нету разницы никакой единственное почему я крашить потому что уже есть небольшие нюансы в виде там трех четырех седых волосюшек не больше но так как именно вот эти вот три четыре волосинки они одна у меня здесь 2 здесь 3 здесь нет вообще короче на видном месте приходится краситься крашу всегда по-разному заметила какой-то странный рост волос бывает покрасишься недели там две-три вообще ничего а бывает покрасишься уже через неделю смотришь так сильно отрасли волосы прям седой уже торчит какими-то скачками постоянно ну в общем как только вижу неприятные моменты на своих волосах я крашу волосы этой краской одной упаковки мне хватает на два раза потому что я делю на два раза и крашу только корни не считая нужен травмировать каждый месяц свою всю длину длину я прокрашиваю где-то раза два в год вот так может быть даже раз в год 1 8 месяцев ну когда мне не лень а так вот вот одной краски хватает считайте вот как бы на два применения я уже знаю сколько там чего отмерить сколько нужно и все красочка очень нравится крашу сама дома на накрасилась и все прекрасно то что там в упаковке вот такие есть бальзам чеки и шампунчики я просто уже как-то я говорила вот такой вот здесь вот шампунь и вот такой бальзам всегда в упаковке я уже говорила несколько раз своих видео что я их не использую я их оставляю кладу там но в специальную коробочку у меня есть вот так прям скидываю скидываю скидывание много-много накапливается и потом когда еду куда-то в какие-то поездки например даже на море или я вот ездила в кировская в шерегеш в москву к примеру еду нут красную поляну там уездили я просто беру вот эти штучки одноразовые помыла выбросила папа пользовалась бальзамом выбросила никакие с собой шампуни и бутылки вот эти я не таскаю даже на всю семью беру ну пример из расчета от каждому там раз помыть голову да у меня много этих штучек мне хватает мне от одной до другой поездки прям накапливается вот бывает у меня муж тоже горит у тебя есть там шампунь одноразовыми там спортзал там надо ну к примеру там да я ему тоже берут он по моему и выбросил хотя у него есть тоже конечно же свой мужской шампунь ну вот вот такие вот малюсики они реально выручают причем хочу отметить что здесь хороший очень шампунь и хорошую очень бальзам вот такие вот дела сушки ну вот и все ну вот и все я рассказала вам я считаю подробно своем уходе ничего не забыла вроде как если остались еще вопросы пишите пожалуйста и вообще если у вас есть какие-то камни вопросы можете под этим видео оставлять вопрос на любую тему и я потом хочу снять рубрику вопрос-ответ и буду видео отвечать на все все ваши вопросы вот так